Всем привет! Добро пожаловать на канал Аква-Информация! Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписаться на канал! А вот такие обновочки я сегодня себе приобрел. Я их еще не открывал. Сейчас с вами мы будем это все дело открывать. Во-первых, я себе купил нагреватель от Акваэль. На 35-75 литров. Это для нерестовичка. Позже объясню, зачем я его купил. Также купил вот такой маленький компрессор Sonic, китайский, за 200 рублей. Я так подумал, не хочу тратиться много на компрессор. Они, по сути, все одинаковые. Что внутри, сейчас мы с вами посмотрим и все это увидим. Ну и также купил себе такую небольшую флейту. Начнем мы, пожалуйста, вот с такого вот компрессора Sonic, китайский. Как говорил, я его покупал за 200-300 рублей, я точно не помню. Я так подумал, не хочу покупать и дорогой, потому что мне нужен именно компрессор для нерестовика. Потому что я нерестил рыбок своих с чужого компрессора, который брал в долг. Вот решил купить себе свой. Поэтому купил я такой китай. Как бы тут есть регулировка, как мне объясняли. Это делается больше, это делается меньше. Да, вот закручивается до конца. И также откручивается. Откручивается оно вот. И закручиваем. Так что все рабочее. Как оно работает, сейчас мы с вами посмотрим. Ну что, давайте проверять. Включаю компрессор. И это самое минимальное. Делаю больше. Делаю еще больше. И делаю максимально. Ну, неплохо. Для китайского компрессора этот очень даже хорошо. Теперь обратно. Делаю минимально. В принципе, Такой аэрации Для нерестовичка Вполне так-то хватит. Еще раз на максимум. Не, ну, меня это устраивает вполне. Как бы для нереста рыбок не нужна такая сильная прямая аэрация. Примерно Чуть меньше половины. И Вполне хватит. Сейчас я попробую с другой Флейтой Ради интереса. Сейчас, подождите. Вот, нашел я такой у себя кирпичик. Сейчас проверим его В действии. Включаю фильтр. Это и сам-сам минимум. Увеличиваю. Чуть больше минимума. Ставлю Середина. Выкручиваю, кручиваю, кручиваю. Максимум. Ну, ребят, это хорошо. Это очень даже хорошо. Согласитесь, за 200 рублей Имеет его компрессор. Это Идеально. Вот, смотрите. Чуть Чуть-чуть выкручил Выкрутил чуть-чуть больше. Минюма И уже нормально такая аэрация. Ну, ребят, это хорошо. Так вот, еще повторяю, почему я купил себе такой дешевый компрессор. Это не реклама ни в коем случае. Если у меня были бы деньги, я купил бы себе нормальный компрессор. Какой-нибудь акваильский. Во-первых, у меня акваильский компрессор минимум стоит рублей 600-700. Во-вторых, мне нужен был компрессор для нерестовика. А как вы знаете, в нерестовике особенно компрессор и не нужен. Как бы только отнерестить рыбок. И чуть-чуть поднять малька. И запустить его в нерестовое уже аквариум. Как бы там уже у меня и фильтр, и аэрация нормальная есть. Плюс растения растут. Поэтому проблем там нет. Раньше я нерестил рыбу. У меня был компрессор. Я его брал в долг. Сейчас я купил свой. И за 200 рублей, повторяюсь, И ни капли не сожалею. Пусть даже китайский. Главное, чтобы он дул. И как бы всё. Вот и пришла очередь обогревателя. Акваиль. Брал я маленький. Он на 35-75 литров. Температура обогрева от 18 до 32 градусов. Я его открою. Одной рукой неудобно. Внутри он выглядит. Сейчас аккуратно. Главное, ничего не повредить. Что-то выпало. Это, наверное, присоски вставляются. И это одевается на саму... Как-то так. Ладно, давайте посмотрим. Вот. Сама нагревательная лампа. Если так можно выразиться. Вот. Ну и инструкция. Мы доставать её не будем. Мы же с вами и так всё знаем. Значит, одеваем... Это сюда, как я понимаю. Так. Дальше одевается. Надеюсь, нет разницы, куда я одену. Вот так, да. Дальше одна присоска идёт сюда. Сюда идёт одна присоска. Не ладно, потом. Так вот. Такой маленький обогреватель. Вот так регулируется у него температура. По шкале. Как я понимаю... М. Сейчас разберёмся. А, ну вот. Вот. Вот это, наверное, стороной. Вот так оно регулируется. То есть сейчас 25 градусов. Я, наверное... Это на увеличение. Так, зачем я купил себе нагревательный аппарат? И я понял, почему у меня рыбки то ли не рестились, то ли плохо не рестились. А всё просто. Потому что я нагревал воду, да, перед посадкой рыбок до 27 градусов. В то время, как в аквариуме было градусов 25. И так получалось, что за ночь, как бы я сжал вечером часиков так, в 10-12. И за ночь до рассвета, когда рыбки не рестятся, а температура падала до 23-22 градусов. То есть до комнатной температуры. И как бы стимула рыбкам не реститься, как бы не было вообще. Потому что, ну, сами понимаете, рыбки не рестятся при повышении температуры, но температура должна удерживаться хотя бы часа 4-5. А тут, получается, ты посадил рыбок в одну температуру, и утром она стала даже ниже, чем в аквариуме. И какой тут символ не реститься. Даже наоборот, рыбка начинает стрессовать каждый раз, когда ты сажаешь её с низкой температуры воды в высокую, а потом с высокой, и она ещё понижается ещё ниже, чем было, а потом всё-таки ниже, что было, ты обратно ссовываешь её в аквариум. Вот так вот. Вот такие мои небольшие обновки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.